Сейчас все больше и больше бизнеса уходит в Instagram. И тому есть три основных причины. Во-первых, SEO это долго и дорого. Во-вторых, для контекстной рекламы вам необходим хороший сайт. А зачастую стоимость кликов может выходить в такую хорошую среднюю заработную плату. Ну и в-третьих, уже на данный момент более 500 миллионов людей используют Instagram каждый день. Instagram уже давно перестал быть местом всего лишь для развлечения. Сейчас здесь можно успешно рекламировать и продавать. Главное, правильно оформить свой профиль. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня я расскажу ключ к продажам и популярности в Instagram. 9 лет назад разработчики представили миру приложение, которое с помощью фильтров до сих пор спасает миллионы неудавшихся кадров. Один клик и цвет кожи и лица становится ровнее и приятнее, круги под глазами меньше, а невзрачные фото пейзажа становятся качественными открытками. Однако недолго Instagram существовал лишь для развлечений. Хэштеги и геометки сделали из него настоящую площадку для боя бизнесменов. Блогеры в погоне за удачными и уникальными кадрами стали скупать различную красивую одежду и реквизиты для своих будущих уникальных фото. А владельцы кафе и ресторанов сосредоточились не только на еде, но также на дизайне интерьера, общей атмосфере и подаче блюд. Именно Instagram породил культуру инфлюенсеров, которые диктуют нам, что одевать, что кушать и куда ездить. Появился маркетинг влияния и дополнительный канал продажи своих товаров и услуг. Сейчас Instagram это не просто возможность заявить о себе, это также неплохая площадка для начала своего собственного бизнеса. Приложение появилось в магазине App Store 6 октября 2010 года и было эксклюзивом только для айфонов. В апреле 2012 года появилась версия на Android, которая была скачена более миллиона раз всего лишь за сутки. В том же апреле 2012 года Facebook заявил о покупке мобильного фотоприложения за 1 миллиард долларов, в связи с чем вышкатилось обновление 2.5.0, в котором была более тесная интеграция Instagram и Facebook. В июне 2013 года Instagram анонсировал возможность записи видео длительностью в 15 секунд. В июле 2015 года фотографии в Instagram стали загружаться в гораздо более лучшем качестве. Теперь это было 1080 на 1080 пикселей вместо привычных 640 на 640. В августе 2016 года вышло обновление, которое получило название Instagram Stories, которое позволяло опубликовать фото, а также короткие 10-секундные ролики с возможностью наложения на них всяких эмодзи, текста и любых других наклеек и стикеров. Его ключевой особенностью, а также отличием от обычных постов в ленте заключается в том, что спустя 24 часа эта история будет автоматически удалена. У Instagram, конечно же, существуют лимиты, которые для совсем молодых аккаунтов, которые являются младше 6 месяцев, гораздо ниже, чем для более взрослых аккаунтов. Официально Instagram больше не публикует свои лимиты. Поэтому все цифры, которые я сейчас назову, будут являться достаточно приблизительными. Но вы также можете на них все равно ориентироваться. Итак, лимиты Instagram для аккаунтов от 6 месяцев. Подписки, отписки, лайки и комментарии до 60 в час, то есть до 1440 в день. Упоминание аккаунта в комментариях до 5 штук. Лимиты для аккаунта в младше 6 месяцев, соответственно, в 2 раза ниже. То есть подписки, отписки, комментарии и лайки до 30 в час или же до 720 в день. А упоминание в комментариях аккаунта также до 5 штук. Лимит подписок на аккаунт составляет 7500. Подписка плюс лайк не более 1000 в сутки. Интервал между отписками должен составлять 40-60 секунд и не более 1000 отписок от невзаимных и не более 1000 отписок от взаимных подписок. Лимиты директа. Интервал между рассылками сообщений должен составлять 450-650 секунд. Вы можете отправить своим подписчикам не более 100 сообщений за сутки, а для не подписчиков не более 30-40 сообщений. Вообще, отправка сообщений не подписчикам – это очень спорная тема и ходит на грани. Если этим злоупотреблять, то вы можете получить неприятности для своего аккаунта. Вы можете упоминать не более 5 ников в одном сообщении с задержкой в 350-450 секунд. Вы можете добавлять не более 12-14 комментариев за час с задержкой в 350-450 секунд. Любое превышение лимитов может рассматриваться Инстаграмом как спам. На новом Инстаграм-аккаунте нельзя добавлять сразу кучу фото, то есть это не рекомендуется. Не более 2-3 в день, а для старых аккаунтов не более 9-10. Максимальное количество символов под фото или видео в Инстаграме составляет не более 2000 символов. Подписки и отписки Инстаграм учитывает вместе. То есть, если вы сейчас подписались на 60 аккаунтов, то отписаться вы сможете в следующем часу от них. И не стоит забывать, что лимит подписок составляет 7500 аккаунтов. То есть, если вы хотите подписаться еще на кого-то, сначала следует уменьшить цифру 7500. И только после этого подписываться на новый аккаунт. Также не забывайте, что нельзя в Инстаграме писать одинаковые комментарии под видео или же фотопостами. Например, вы не можете написать под 1000 фотопостов одинаковые комментарии, например, отличное фото. Или же ставить везде одинаковый смайлик. Инстаграм сочтет это за спам. Спам равно бан в Инстаграме. Вам же это не нужно, правильно? Ну, а перед тем, как мы начнем рассказывать, как правильно нужно работать с Инстаграм, как вообще начать работу с Инстаграм, напишите в комментарии, есть ли у вас страничка в Инстаграм, сколько у вас фолловеров. Ну, естественно, чтобы начать работу в Инстаграм, нам необходим сам аккаунт в Инстаграм. Но прежде чем вы начнете его себе создавать, помните, что ваш аккаунт в Инстаграм могут попытаться взломать. Могут попытаться взломать вашу почту, или же могут попытаться подобрать пароль к вашему аккаунту. Поэтому, чтобы такого не произошло, всегда используйте двухэтапную аутентификацию на почте, двухэтапную аутентификацию при входе в аккаунт, а также подбирайте сложные пароли. Если у вас уже существует аккаунт в Инстаграме, и вы только сейчас задумались над его продвижением, то не забудьте снять стартовые позиции. Обязательно это нужно делать, чтобы видеть разницу. То есть, замерьте такие показатели, как сколько у вас подписчиков, и какой коэффициент вовлеченности для публикации. Чтобы рассчитать коэффициент вовлеченности, нужно все реакции ваших подписчиков, то есть это лайки, комментарии, сохранение вашего фото или видео, разделить на количество ваших подписчиков и умножить на 100%. Хороший коэффициент вовлеченности считается больше единицы. А сейчас я покажу вам, как создать свой аккаунт в Инстаграм, если у вас его еще до сих пор нет. Итак, чтобы войти в полноразмерную версию Инстаграма на ПК, нам необходимо будет выполнить ряд следующих действий. Заходим на страничку Инстаграма, нажимаем «Вход», вводим наш логин, пароль и нажимаем «Войти». Сохраняем наш пароль, если еще не сохранили, и попадаем на нашу страничку. Далее мы нажимаем такую нехитрую комбинацию «Shift-Ctrl-C». После этого мы видим, что с правой стороны нам открылось такое поле. Мы отключаем иконку указателя, выбираем вот здесь iPhone X. Ну, вы можете выбрать любой формат телефона, просто у iPhone X наиболее большее разрешение, поэтому удобнее пользоваться конкретно им. И далее после этого мы нажимаем «Ctrl-F5», закрываем с правой стороны вот эту вот штучку, и вуаля, вы находитесь на страничке Инстаграма точно такой же версии, как на мобильном устройстве. Нет никакой разницы, вы здесь видите, что здесь появилась функция отправки в директ сообщений, ваши сообщения, которые есть. Вот здесь внизу вы можете даже загрузить какое-либо фото, ну, конечно, предварительно должно быть где-то сохранено. Даже видео можете загрузить, вы можете даже загрузить фото или видео в историю. Ну, правда, с компьютера это не очень удобно будет сделать в режиме онлайн, потому как все-таки у нас нет такого доступа. Но основные функции вам уже доступны. Итак, что нам нужно сделать далее, это нажать на наш профиль, чтобы перейти к его редактированию. Вот здесь эта кнопочка «Редактировать профиль». Ну и, собственно, переходим к редактированию. Первое поле это «Имя». Здесь вы прописываете то, как называется ваша страничка, то есть или имя, или имя и фамилия вашей, или же, например, то, чем вы занимаетесь, кратко описывайте. То есть, например, вы можете написать, вот мы написали название нашей компании «Сеоквик», но можно было бы написать рекламу в интернете, или же вы можете написать рецепты вкусных блинов, в общем, что-то, что вас характеризует. Единственное, старайтесь писать что-то цепляющее. Ведь согласитесь, что вы охотнее подпишетесь на блог с названием «Научу зарабатывать один миллион», чем «Научу просто работать и зарабатывать». Ведь вроде как работать и зарабатывать даже умеем все мы, а вот зарабатывать миллион явно не все. После этого здесь следующее поле – это имя пользователя, то есть, просто говоря, ваш никнейм, по которому вы будете сюда заходить, и по тому, как будут искать вас пользователи в Инстаграме. Далее обязательно указывайте кликабельную ссылку на ваш веб-сайт, коротко указывайте информацию о себе, то есть вы можете здесь использовать эмоджи всякие различные. То есть это в простонародье обычно биография. Вы рассказываете просто свои торговые предложения, краткую либо же биографию, или указываете просто свои контакты. То есть мы указали креативное агентство интернет-рекламы, и то, чем мы занимаемся, перечислили SEO, Google Ads, Яндекс.Директ, продвижение сайтов в Рунете и за границей. В принципе, прописывайте дальше электронный адрес, номер телефона, можете указывать пол, нажимаете галочку «Рекомендовать ваш аккаунт в числе тех, на которые люди, возможно, захотят подписаться». И в принципе, как бы все, все, что вы можете здесь заполнить, вы уже заполнили. А теперь основные правила оформления в Instagram. Во-первых, это красивый аватар. Все знают, что визуал в Instagram это самая важная составляющая. Но не все уделяют должное внимание фотопрофилю, ведь зачастую оно незаметное и особо его как бы мы и не видим. Хоть нас и судят по обложке, в Instagram та самая обложка, а точнее в фотопрофиле, зачастую нельзя ни увеличить, ни лайкнуть, ни посмотреть. Но это вовсе не означает, что нужно не уделять должное внимание фото вашего профиля. Что же такого важного в фотопрофиле? Когда вы подписываетесь на человека, первое уведомление, которое он видит, это ваши фото и ваш никнейм. И здесь фотопрофиль может сыграть вам как на руку, так и оттолкнуть потенциальных подписчиков. Например, если вы владелец какого-то магазина, то совершенно не стоит ставить свое селфи на фотопрофиль, ведь вас вряд ли кто-то знает. А вот если вы на фотопрофиле поставите логотип вашего бренда, то в сочетании с крутым ярким ником вы явно запомнитесь подписчикам. И это верный путь к посещению вашего профиля, а соответственно к потенциальным клиентам. Соответственно, вам нужен также узнаваемый логин, который будет легко и просто найти в поиске. И описание. Описание это очень важно. Всего лишь 150 символов для того, чтобы оставить о себе неизгладимое впечатление. 150 символов, чтобы описать себя и заставить человека перейти на ваши фотографии. Зачем нам так важно и нужно описание? Во-первых, если человек даже перешел на ваш профиль, это не означает, что он тут же бросится читать ваши суперинтересные, информативные и полезные статьи и описания под фото. Человека, как и в оффлайн жизни, нужно чем-то зацепить, заинтересовать и заинтриговать. И здесь эта роль отводится именно описанию. Это место для ваших уникальных торговых предложений. Иначе, как они называются, УТП. Это место, где вы можете описать себя и заставить пользователя на себя подписаться. То место, где вы показываете, чем вы выделяетесь и являетесь особенным и лучшим, чем миллионы других инстаграм-пользователей. Именно описание разрешит вашу судьбу. Станет ли обычный посетитель вашей странички вашим подписчиком, покупателем или фолловером, или дальше будет скроллить просто ленту. Следующий пункт, это красивые фотографии на красивом фоне. Все хотят, чтобы публикации в инстаграме и сам инстаграм выглядел как минимум опрятно, а как максимум шикарно. Именно в этом вопросе помогает не что иное, как единый стиль профиля. Как известно всем, люди любят глазами. И инстаграм тому не исключение. Люди клюют на красивую картинку. А также не забывайте об активностях на ваших фотографиях. Посещайте различные места, отмечайте различные геолокации. В общем, делайте все, чтобы ваш профиль был не скучен. Аудитория, которая активно пользуется инстаграм. И вот здесь она уже может быть поделена неравномерно. То есть, допустим, если ваша аудитория, ваши публикации должны мотивировать пользователей лайкать, комментировать ваши публикации, сохранять ваши фото и видео, а также делиться с ними в переписках с другими пользователями. Все это достигается легко при помощи качественного фото или же видео, а также качественного текста под ним. Если ваш акт коммерческий, то ваши посты должны быть грамотно составлены в плане текста. На фото должно быть четко видно ваш товар, который вы продаете, а также должно быть четкое описание, все возможные характеристики, все, что замотивирует пользователя купить ваш товар. Ведь активную ссылку на товар вы не сможете оставить. Единственный способ связаться с вами и купить товар, это написать вам в директ. Важно также определиться с целевой аудиторией в инстаграме. Вы должны знать, что подписчики инстаграм делятся на несколько категорий. Во-первых, это активные пользователи соцсети. Вторая категория, это активные зрители и лайкеры. Третья категория, это пассивные пользователи соцсети. Ну и четвертая категория, это очень редкие пользователи данной соцсети. Первая категория, постоянно сидит в соцсети, постоянно снимает сама сториз, подписывается, лайкает, активно комментирует посты других пользователей. В общем, активно проводит время в инстаграме и практически не представляет жизни без него. Вторая категория пользователей, активно следит за инстаграмом, подписывается, но изредка комментирует чьи-либо посты. Скорее, больше лайкает, нежели комментирует. Третья аудитория, смотрит ваши сториз, подписывается, но практически никогда ничего не комментирует и очень редко лайкает ваши посты. Ну и последняя категория, они достаточно редко вообще открывают соцсеть в силу своей занятости. Условно говоря, есть два вида целевой аудитории в целом. То есть, первая, это ваша реальная целевая аудитория, которая заинтересована в вашем бизнесе. И вторая, это та часть вашей целевой аудитории, которая активно пользуется инстаграм. И вот здесь она уже может быть поделена неравномерно. То есть, допустим, если ваша аудитория 70% мужчин и 30% женщин, то скорее всего, вот эти вот 30% женщин попадают в первую и вторую категорию пользователей инстаграм. Ради них, собственно, вам и нужно создавать качественный контент в инстаграме и в целом заводить страничку в инстаграме. Условно говоря, целевую аудиторию мы сортируем по простым признакам. Возраст, пол, семейное положение, достаток, интересы. И если ваш аккаунт коммерческий, то кто принимает решение о покупке. Ну а далее мы создаем контент. Создаем продающий пост, который содержит в себе фото, видео, описание товара и предложение написать в директ. Далее экспертный пост, который содержит в себе больше текстовую часть. Таких постов должно быть 2 к 1 продающему. И последний пост это увеличение вовлеченности. То есть, это какой-то юмор, мемчики, вопросики, провоцирование на комментарии. И таких постов должно быть большинство. В среднем где-то 3 таких поста к 1 продающему. То есть, в целом у вас должен быть на 7 постов 1 продающий пост. В инстаграме вы можете публиковать фото, видео, делать ленту и серию из фото или же видео, создавать прямые эфиры, а также истории. Использовать по максимуму все возможности инстаграм. Основные правила создания контента для инстаграм. Во-первых, это съемка. Качество фото должно быть высоким. Должен быть красивый фон, красивая композиция. В общем, кадр должен быть приятным для просмотра. Не старайтесь не использовать темных кадров, так как в темноте большинство смартфонов зернят. Если же вы фотографируете какой-то объект, помните, что он должен вписываться в ленту без обрезки. Обязательно обрабатывайте все свои фотографии. И лучше всего обрабатывайте их профессионально с помощью фотошоп или лайтрума. Главное не просто забить на это, ограничиться одним фильтриком и опубликовать этого уже недостаточно. Опирайтесь на ощущения конечного потребителя. Будь счастлив, будь также молод, красив и успешен, как они. Ведь в конечном итоге мы продаем не продукт, а ценностные установки. Предлагайте пользователю стать лучше и внушительнее в их собственных глазах, конечно же, при помощи ваших товаров. Не забывайте ограничиваться не только в фото, но также используйте видео. Ведь сейчас видеопосты собирают куда больше и лучше реакций, нежели чем просто фото в профиле. Учитесь писать привлекательный текст под фото. Первые строки, цитаты, будь то вопросы, должны завлекать. Далее ваш текст строится по формуле. Предложение, где вы предлагаете что-то своему посетителю, что-то заманчивое. Далее искусственное ограничение по времени, ограниченное количество товара или же ограниченное количество времени до конца скидки и акции. Ну и, конечно же, последнее — это призыв к действию. Не забывайте делить текст на блоки и использовать эмоджи. Все-таки это соцсеть, и там должно читаться все легко и просто. Как же раскручивать совсем молодой аккаунт? Во-первых, конечно же, использовать хештеги. Сейчас есть куча сервисов, где вам не нужно больше придумывать каждый хештег самостоятельно и ручками, и бояться, что вы что-то забудете. Достаточно просто вписать то, чем вы занимаетесь, например, сила продвижения сайта, и такой сервис подберет вам все релевантные хештеги, которые вам нужно будет просто выбрать и добавить понравившиеся. Далее нажать кнопочку «Скопировать» и вставить в ваш пост. Следующий пункт — это геотеги. Здесь все просто и понятно, просто ставьте гео-отметку в самых таких активных местах, где бывает ваша аудитория. И следующий заключительный этап — это масс-фолловинг. Отличный инструмент для продвижения. Когда вы нажимаете «Нравится» или «Подписаться», то выскакивает уведомление, и все, кто заинтересуется вашим профилем, скорее всего, перейдут на него, и если же заинтересуются им, то, скорее всего, нажмут «Подписаться в ответ», почитают ваши посты или лайкнут что-то. Ну, подходит этот способ далеко не всем, а только что вновь появившимся аккаунтам, а также сообществом с достаточно большой аудиторией. Используйте масс-лайкинг — автоматическое проставление лайков к постам, комментариям. Естественно, вы можете проставлять лайки вручную, но когда мы говорим о таких цифрах, как 500 или 700 лайков в день, конечно же, вы будете использовать специальные для этого инструменты, и это правильно. Следующий момент — это таргетинг в Фейсбуке. О нем я более подробно, конечно, уже останавливала в своем предыдущем ролике, как настраивать рекламу в Фейсбуке. Если вам интересно свайпайте, смотрите, там также много чего интересного можно почерпнуть. Используйте биржи для продвижения своих постов. Топ-биржи — это Epic Stars, Label App, Associate и остальные, можете их на Google. Также обязательно используйте взаимосвязь с блогерами. Ищите их по методике аутрича или же вручную, или же с помощью специальных соцсетей, таких как getblogger.ru. Используйте розыгрыши или giveaway, где вы отдаете просто так бесплатно какой-либо подарок вашему подписчику, а условия такого конкурса должны быть достаточно простыми. Как правило, это лайки на каких-то определенных ваших публикациях, подписка на вас или же там какой-нибудь комментарий. Также не забывайте юзать stories, это очень сейчас прям популярно. Не забывайте выходить в прямые эфиры, но заранее предупреждайте свою целевую аудиторию об этом. Общайтесь, в общем, со своей аудиторией, чтобы она чувствовала контакт. Итак, какой же аккаунт можно продвигать и пиарить? Во-первых, этот аккаунт составлен по нашим рекомендациям. Во-вторых, у вас есть около 1000 подписчиков. У вас есть активные фото или видеопосты с высокой вовлеченностью, как минимум 20 штук. И у вас есть активные подписчики, которые комментируют, лайкают ваши фотографии. Также в био указана ссылка на продвигаемый вами ресурс. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал, подписываться на наш телеграм-канал, подписываться также на наши подкасты. Пишите в комментариях к этому видео, что было новенького, что вы узнали, о чем не слышали ранее. И, возможно, что-то, что не прозвучало в этом видео. И до новых встреч, хороших вам продаж и яркого и красочного инстаграма. Продолжение следует...